Обе, обе две, шо та, шо это, обе такие фигни, шо я их трубы шатал. Строго по аксиоме Эскобара. Сегодня речь о банных печах, которые я бы никогда в жизни себе не купил и тебе не посоветовал. Вот комментатор на стрэме белыми буковками написал, Толян, скажи по чесноку, чё б ты не купил, а то все хвалят, чё б ты никогда в жизни себе не взял бы. Ну, значит смотри, давай ключевые какие-то слова себе, то бишь мне, ну на дачу. Дача это такое место, куда ты приехал на поезде в электричке зимою, там холодно, ты с нее сошел, у тебя дом без отопления, баня неотапливаемая, и ты еще рюкзак из себя не снял с своего горба, подошел со спичками, давай поджигать банную печку, и пока она топится, ты должен там бутылки достать из рюкзака, тушенку, электричество включить, там переодеться в драные всякие вот майки с отвисшими этими сауны, да, в старье во всякое. И вот ты все сделал, все это делаешь на холоде, и хочешь в баню, бежишь, бежишь в баню, и она должна быть готова, и она должна быть в бане. Вот, и ключевой момент за свои деньги, не как в видеоролике, там где не насосало, а подарили ключи к машине и брюлики на мобиле. Вот этим местом горбом ты заработал на банную печь, и хочешь купить именно банную печь, и не хочешь покупать то, что итальян тебе скажет, не покупай. Вот такая вот-вот на это очень важная часть. Итак, начну с первого. У банной печи, которую я бы купил бы, должна быть вещь, которую я вижу своими глазами, и которую могу пальцем постучать. Эта вещь называется, да как угодно она называется, она должна быть для получения невидимого пара. И если этой вещи нету в банной печи, а это уже не банная печь, про нее можно говорить все, что угодно, но если нету легкого пара, а есть густапсовый, то нам такая печь, братан, с тобой не нужна за наши деньги. За бесплатную? Ну, подарили, да, пожалуйста, и брюлики на мобиле. Вот. Остановимся тут поподробнее. Итак, значит, у бани вообще понятия есть разные составляющие. Это кондиция, это 60 на 60, 60 влажность, 60 температура, это эргономика внутри парной, это вентиляция, и, конечно же, это качество пара. Густапсовый, видимый, крупнофракционный, крупнодисперсный, как хочешь его называй, пар, это пар, который ржет тебе ноздри внутри, носоглотку, и ты, не потому что тебе жарко, а потому что у тебя вот тут вот все фигово, вообще хронически, ты больше пяти минут не можешь просидеть. Ну, это разве баня, братан, братишка? Это все, что угодно можешь называть, там, сырая баня, блин, там, царскосельская баня, там, конская баня, псовья баня, но это не русская баня, это вот. Соответственно, должно быть устройство, которое дает тебе именно тот пар, при котором ты можешь долго, 15 минут, а может и полчаса, находиться в парной и кайфовать. И это устройство имеет кучу названий, кучу вариантов исполнения, но оно должно быть. Соответственно, когда ты смотришь разрез печи и не видишь, и не понимаешь, где это устройство, которое дает тебе невидимый пар, то мы проходим мимо этой печи. Так же, как ты зашел в магазин, тебе, к примеру, недоброкачественно, но таких уже продавцов нету. Ну, хорошо, не продавец, продавцы сейчас вообще все красавчики, элит общества. Нашего, вот, кровь, экономики. Ну, с каким-то братаном пришел, он тебе начинает затирать в уши, что у меня стоит в бане вот такая вот печка, которую я купил 20 лет назад, до сих пор работает, она офигенная. И тыкает в печку для сауны, а в печах для сауны может и не быть устройство для получения невидимого пара, потому что там используется мало воды. Там ложечками такими подают воду, которыми взрослые люди, младенцев, муравьев поминают. Говорит, вот эту бери, а где там устройство для получения невидимого пара? Ну, нету там, ну, печка хорошая. Не, проходим мимо. Итак, второй тип печи, который я бы не взял. И вот ты начитался интернетов, насмотрелся всяких видеоблогеров нас, брату. Кирпичную хочу. Или тебе прямо на мозг давит кирпич, кирпич. Давай разбираться, тут прямо по базе, по основе пойдем. Все четко. Первое, открывай Яндекс.Гугл, смотри, теплоаккумуляцию кирпича, теплоемкость его, извини, это грех за мной, пригрешение адское, грешок тяжкий. Вот, конечно же, теплоемкость кирпича и теплоемкость самого дешманского банного камня, талькохлорита. Остальной банный камень еще круче. Такой, как так? А я тебе скажу, а вот так вот, потому что банный камень является теплоаккумулятором, а кирпич является теплоизолятором. Как так? А вот так вот. Дело в том, что в металлургии есть путь очень долгий. И в начале металлургии использовать дорогущее железо для банной печи, это фаршмак. Использовали сначала просто камни, наваленные в кучку, потом кирпичи, когда кирпич появился, и долгое упорное время использовали кирпич. Значит, теперь давай следующее. Смотри, что говорят тебе бородатые дедушки-кирпичники, которые приходят, потомственные такие, к тебе в гости, с кляйсером, с фотокарточками, что они тебе говорят? Ну, потомственные, да, то есть дед ставил, прадед ставил, веду рот от Рюрика. Дальше, самые лучшие печи. Что там еще-то? Теплоемкость огромная. Ну да, теплоемкость. Смотри, а вот банная печь в виде сетки. Смотри, конечно же, есть саунная печь в виде сетки. То есть вот топка, вот сетка, расстояние между сеткой и топкой в один кулак. Когда ты накидываешь камни, то между ними щели образуются. Это называется конвекционная печь. Ну, саунная, за 100 градусов. Но у нас же есть печи, которые в огромном количестве, кстати. Вот топка и вот сетка. И расстояние от топки до сетки составляет два кулака. Тогда все щели перекрыты. И в чем разница по теплоемкости, по теплоаккумуляции, по конвекции, которые нету между кирпичной печью и банной печью с сеткой в два кирпича. От сетки до топки вообще нет. Следующий момент. Стоимость. Мы же говорим то, что не подарили мне, да? А я на свои бабки вот этим горбом купил за деньги. Про деньги. Ну, смотри, видео снимаю в 2024 году, а это значит, что те деньги, которые я скажу сейчас, они уже через год, ну, я не знаю, может быть там коробка спичек не купить, да? Я не знаю. Но вот на момент съемки это прямо колоссальные бабки. То есть дедушка кирпичный тебе начинает затирать, что он берет за работу. Ну, вот я в Подмосковье нахожусь. Минимум, если не в сезон, 250 рублей за выкладку кирпича без стоимости. Без стоимости. Повторю, без стоимости самого кирпича. Только за работу за один кирпич. 250 и в сезон где-то 300 рублей и больше. Да, теперь посчитай, сколько тебе кирпичей нужно и сравни с любой металлической чугунной или печкой из нержавейки. Такой, офигеть! Ну, тут же придут некоторые умные люди, которые скажут, а ты сам сделай, сам выложи кирпич. Ну, допустим, кто-то вот ты по работе. Ну, я не знаю, я вот по работе, ну, если возьмем там компуктерщик, сиська, anyk, подай, принеси. Я тяжелее мышки в руках ничего не держал. Кто ты? Я не знаю, кто ты, кто ты, кто ты. Человек озера в тумане. Открой для меня свои мозговые грани. Может быть, ты кассир в пятерке. Может быть, ты охрандос, который охраняет там самих этих, которые обелечивают нищеванов в электричке, контролеров. Я не знаю, кто ты, но кирпич ты, скорее всего, никогда в руках не держал. И руки у тебя из того же места, из которого и у меня. И вот мы приходим к базовому вопросу. Печь своими руками. Кто может выложить печь своими руками? В первую очередь, человек, у которого есть свободное время. А есть ли оно у тебя? У всех бедных, нищих людей, как мы с тобой, времени, о, полно. И вопрос только, как ты его будешь использовать. Тратить на то, чтобы выложить кирпичную печь, которую ты ни разу не выкладывал. Или на что-то, ну, там, в компик поиграть, там, девочкам написать во ВКонтактике. Там, давай, крошка, познакомься, позволь себе немножко роскоши общения с таким типом. Типом, да ладно, просто с кабельком, как я, да? То есть вопрос приоритетов. Но времени у нас реально дофига. Хочешь заморачиваться? Заморачивайся. Но есть такая вещь, как результат. Вспомни, что ты делал в своей жизни первый раз. И каким результатом это привело? Вышло это классно и качественно, или это вышло фигово? И опять мы вернемся к нашему дедушке с бородой, который говорит тебе затирать. Тебе в том, что печь будет офигенная, долговечная. Ну, ты был же в банях у друзей своих, да? Видел же вот такие вот трещины. Вот тебе говорят, это нормально, затирать надо. Там дымоход тоже весь потрескавшийся, полупшийся. Короче, за качество дедушка, ну, так вот отвечает. А завод отвечает гарантийной, книжечкой и штампом. Еще УТК проходит. Там тоже написано УТК. Идем дальше. Что еще нам дедушка рассказывает? Ну, дедушка говорит, что предки наши с такими печами парились, и все было зашибись. Ну, вот говорю, металла не было, использовали кирпич. То есть, смотри, есть у тебя, ну, это просто для понимания общего, да, научного. Ты свалил березу огромную, вон ту. И вот эту вот еще. О, нарубил. И тебе задача отбраконьерить отсюда до своей хаты. У тебя есть два варианта. Первый. На лошадке, там, тк-тк-тк-тк-тк. Которая одно дерево привезет, там, тебе через три часа. И второй вариант, это на КамАЗе. Отсел, забил все деревья нахрен и отвез все на год нахрен. Вот, так и с печами. Есть лошадка кирпичная, которой место в коммерческой бани. Туда, где ходят специально люди, которые любят кирпичные печи. И у тебя есть вариант на КамАЗе догнать. Все, вот, все взял. И последнее, наверное. Баня-то на даче. А что это значит? Что тебе нужен сверхскоростной нагрев. Пока ты разливаешь, там, по стаканам чай, конечно же. А пока ты переодеваешься в старое трипио, ты хочешь выйти с дачи и пойти в баню. Кирпичная печь даст это тебе только через 4 часа, минимум, зимой. А магазинная даст тебе это все через полтора-два часа. Так что, вот, я тебе рассказал все, как я думаю. Что та фигня, что эта фигня. И обе такие фигни, что за свои деньги. Ну, его нахрен. Ну, а если тебе подарили, дареному коню в зубы не смотрят. Рассказал все по чесноку. Да, 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 да. Ты, может быть, со мной не согласен. Уважаю, уважаю. И прислушиваться к мнению. Я вот, смотри, только начал бороду расти, да? Такую вот седенькую. Довели меня тут, да? События наши. А кто-то уже себе отрастил бороду, может быть, даже, а может быть, лопатой. Вот такую. То есть, он внушает тебе в экран больше доверия. Но ты посмотри, кем он работает. То есть, кирпичный дедушка будет тебе всегда говорить только за кирпич топить, потому что это его бабульки. Продавец магазина будет тебе за магазинные печь говорить. Это все нормально. Но ты должен все-таки со своими деньгами расставаться так, чтобы понимать, я лучше всего с ними расстался. Я сделал лучший выбор за эти деньги, которые ты были. Я надеюсь, тебе в этом помог. Поэтому ставь лайкосы и пиши комменты, если со мной не согласен. Ну и помни, БУЕ, банный устав един. Веник в радость, чаек в сладость. Соблюдай устав.